российские военные с вертолетов раскидывали что у них заграничные счета там о чеченцы подумаете ради кого вы типа умираете бисмиллаху альхамдулилаху ассалату ассаляму аля расуллилаху а ба'аду ассаляму алейкум араматуллах я вижу тут очень много пишут про украину нападет путин не нападет что там будет что там происходит слушайте я сам как-то как бы наблюдаю за этим понятия не имею нападет не нападет но раз очень серьезные игроки мировые говорят что опасность серьезная даже байден например говорил что нет никаких сомнений в том что он в любом случае нападет то что там такое огромное количество войск сосредоточено на границе с украиной и именно когда это огромное количество войск там сосредоточено вдруг ни с того ни с сего типа какие-то нападения со стороны украины происходят на территорию донбасса вот в течение восьми лет не было никаких нападений все было нормально украина не пыталась эти территории силой вернуть правовое поле а тут когда именно россия сосредоточила там 150 тысяч войск контингент целый именно в этот момент украина решила вот сам вот сейчас самое подходящее время чтобы взять и силой вернуть эту территорию и решила значит напасть понятно что это все спектакли даже режиссеры этих спектаклей этого спектакля постановщики они они даже не заморачивались даже они не пытаются реально создать какую-то видимость у этого мира что действительно дескать там украина нападает даже то даже то что они делают это просто какая-то вот причина которую они будут потом нагло так смотря в глаза где-нибудь он там совете безопасности нагло смотря глаза будут говорить ну это они же нападали но при этом и те кто будет говорить и тех что будут слушать и весь этот мир все прекрасно понимают что конечно же украина там не нападает мне очень понравилось как сказал зеленский вчера в мюнхене сказал украина очень не хочет войны Европа тоже, ну, Запад тоже не хочет войны Россия говорит, что не хочет нападать Но кто-то из нас явно врет А вот кто этот, этот врунишка? Это вот тяжелый вопрос На самом деле сейчас уже есть даже такие мнения, что в принципе война уже началась Уже там эвакуация произошла с территории Донбасса на территорию России Уже там мобилизация идет, насильственно чуть ли забирают молодежь на передовую Уже какие-то провокационные взрывы, обстрелы Даже на территорию России там какие-то снаряды упали И разумеется, сразу же сказали, что это чуть ли с территории Украины специально запустили Чтобы спровоцировать Россию на нападение То есть те, кто говорят, что война уже началась и она идет Эти слова тоже не лишены смысла Возможно, так и есть, так можно считать с одной точки зрения Томзо, а что ты удивляешься, что тебя внесли в список экстремистов? Ты публично басаивая прочих террористов называешь героями Как тебя вообще в европейские страны пустили после этого? Ну на самом деле я не удивился, когда меня внесли в список экстремистов И туда внесли Навального, Любовь Соболь Ну в общем и других ребят из команды Навального Поэтому удивляться не приходится А вот второе сказанное тобой, что ты публично басаивая и прочих террористов называешь героями Так это и не является оправданием терроризма Допустим, если бы мой родной брат, отец, сын был бы, скажем, террористом Я мог бы дальше говорить, что я его очень сильно люблю Что он для меня достойный человек И это не было бы оправданием терроризма Надо разделять между личностью, которую Кто-то может считать террористом Кто-то может считать героем Кто-то может любить эту личность Кто-то может ненавидеть Каждый человек волен считать так, как он хочет Здесь ты не можешь никому ничего навязать Это все-таки не Гитлер, понимаете Где весь мир уже все определился Что даже дать имя Адольф Это уже какое-то оправдание нацизма И отрицание Холокоса Это другая ситуация Поэтому любовь к Басаеву Оправдание Басаева Называние Басаева героям Не может быть никак квалифицировано Как оправдание терроризма Или публичные призывы к терроризму Это немножко другие вещи Я публично, наоборот, осуждаю любые террористические акты Которые были совершены Басаевым или кем-либо другим Однако к человеку при всем при этом Я могу иметь абсолютно другое мнение Я могу его любить как своего родного человека Никто не может, допустим, мать обвинять в том, что она любит своего сына Преступника Каким бы он сильным преступником не был Мать будет любить своего сына, свое дитя Точно так же я люблю Шамиля Басаева, часть моего народа И выдающегося полководца И человека, отдавшего жизнь за мою, в том числе, свободу За свободу моего народа И мою личную свободу Поэтому, конечно, я люблю и уважаю этого человека Как бы сильно ненавистно не было это Нашим врагам Мы будем это говорить публично Видел кадры и новости из Украины, как россияне бомбили детские сады на территории Украины В том, что задай вопрос россиянам Так как они любят задавать нам вопрос про Беслан, про Басаева А я не видел эти кадры Не знаю, про какие ты говоришь Ну, я знаю немало случаев, когда на территории Чечении Бомбили родильные дома Бомбили центральный рынок Убили огромное количество людей Причем бомбили Не в смысле, что они там какими-то Топоришь артиллерии Там крылатые ракеты Там жуть, что только на нас не применяли Еще вспомните в начале войны В Чечне, Россия говорила, что боевики собираются взорвать хлор А теперь то же самое в Украине Да что только у нас не говорили Я даже помню эти листовки Где скидывали информацию, что якобы Дудаев, Басаев Там, Ендорьбиев, Масхадов У них многомиллионные счета Это российские военные Там, с вертолетов раскидывали Что у них заграничные счета Там, о чеченце подумайте Ради кого вы, типа, умираете Там, что-то такое Что за шумиха насчет войны Это же полный бред Ибо эта война поставит крест на президентстве Путина И даже Кадырова Почему люди не могут понять этого Ну, очевидно, что у этих товарищей в Кремле Другое мнение по этому поводу Они не то, что не видят креста на своей карьере Они наоборот считают, что с помощью этого Они, с помощью этой войны Они усилятся Усилят свои позиции И эта логика не лишена смысла на самом деле Так как всю историю так было Что к власти в России приходили Именно на волне войны На волне убийства собственного народа Взрывания Путин пришел к власти Взрывая дома в Москве Это нельзя забывать Путин взорвал собственных граждан Убил огромное количество Спящих людей у себя в домах Взвалил эту ответственность Просто тупо на чеченцев Знаменитые словосочетания Чеченский след Мы ведь все это с вами прекрасно помним А я напомню, что никто Со стороны нашего государства Не взял на себя ответственность За эти взрывы Никто Так что все приходили на этой волне Ельцин Вторую Российско-чеченскую Свои Вторые свои выборы Второе президентство Он выиграл На волне Российско-чеченской войны Несмотря на то, что он Очень сильно потерял Свою популярность Из-за провала В этой войне Но в итоге И опять-таки К власти он пришел Именно на Гребни этой волны Как думаешь Украина сможет Нанести нормальный ущерб России Конечно сможет Учитывая, что Украина должна Чисто защищаться Она не имеет Намерений Наступать Там, брать Москву В этом смысле Ей просто нужно Грамотно Суметь грамотно Защититься Отбиться от России И у нее есть Потенциал для этого Благо Народ Украины Настроен очень Патриотично Помощь оружием От этого мира У них есть Оружие там Очень такое Серьезное Продвинутое Передовое В отличие от России Поэтому Ну это Гораздо сложнее Будет для России Чем это Не как с Чечней Воевать С чеченцами У которых Нечем было Нечего было Противопоставить Противопоставить Авиации Нечего было Противопоставить Артиллерии Мы Все что мы там Могли это только В контактном бою Как-то Противостоять Ну и плюс В партизанской войне Наносить какой-то урон Взрывать Их технику Нападать И так далее А здесь Есть очень Серьезный потенциал Украины Поэтому Ну им есть Как бы С чего сбивать Самолеты Им есть Чем подбивать Танки Плюс Их гораздо больше Чем нас Плюс Плюс Там Весь мир На их стороне Это будет Огромное количество Добровольцев Поэтому Да Здесь конечно Потенциал Очень серьезный Субтитры 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 Продолжение следует...